Ужасная вонь снова вернулась. Чебоксарцы и жители Чебоксарского района уже несколько недель подряд жалуются на неприятный запах. На зловонию местные жители жаловались и в прошлом году, но газовая атака продолжается. Кто виноват и что делать? Наша съемочная группа вместе с представителями ОНФ выехала на место вблизи деревень Хуренлых и Малой Карачуры, чтобы найти ответы на эти вопросы. Картина действительно удручающая. На площади в 10 гектар сплошь птичий помет. И все это не просто пахнет, а источает ядовитый, аммиачный запах. Местные жители признаются, это постоянная головная боль. Живу в этой деревне лет пять и летом, весной, осенью постоянно ощущаем запах вот этого жижи их навоза. Стоит запах днем и ночью. Невозможно дышать. В ближайшие деревни тоже все жалуются в округе, вот сколько деревень есть, они все жалуются, что есть такой запах. Мы писали коллективное обращение с подписями всей деревни полностью. Подписи собрали, направили в прокуратуру предоохранную. Ну, везде отправили. Ответ везде получили. Типа у них все хорошо. Типа они все нормально, все соблюдают. Именно на это место зимой и летом свозится весь птичий помет с птицефабрики Юрма. Подобные отходы, даже переработанные, относятся к четвертому классу опасности. И складировать их на землях сельскохозяйственного назначения просто так нельзя, отмечают эксперты. Помет в таком количестве можно хранить только под навесом на специальной площадке с твердым покрытием, которая устойчива к воздействию органических веществ. По периметру эта площадка должна покрыта быть оболовкой, то есть валом закрыта, чтобы ничего не утекало с этой площадки. И они по периметру также должны быть обязательно оснащены ливневыми очистными сооружениями. То есть вот эти вот стоки не должны попадать в ближайшие водоемы. То есть мы видим, что вот этих условий здесь не соблюдаются, они здесь не соблюдены. Здесь помет размещен просто на грунте, просто на землях сельскохозяйственного назначения. Что, конечно же, несет экологический ущерб данным изделиям и не допускается вот такое размещение на землях сельскохозяйственных назначений. Вывод экспертов один. Здесь нарушены все правила хранения отходов. Под угрозой артезианские скважины. Плохо то, что вот после дождей или паводков, во время паводков, да, ну, большое количество воды, она смывается, смывается в реке. А реки, значит, тоже связаны с этими водоносными горизонтами. Там вытекают родники, а бывает и так и наоборот, вот осенние. А как раз она загрязняет водоносные горизонты питьевого качества. Хотя тут скважины глубокие, но анализы воды из этих скважин, которые пьет население, ну, не делают. А практически, когда такое соседство, которое загрязняет подземный год, надо в году два раза отбирать пробу воды на химанализ. До самой Волги доходит и загрязняется, особенно весной. Очень бурная река. И тем более, вот эта вся площадь водозабора, который вот идет, реку Рыкша, как раз начало вот этих все из этой площади. Кстати, в реке Рыкша сейчас не то, что рыбы. Даже лягушек не увидишь. Экологи бьют тревогу. До экологической катастрофы совсем немного. А вот сотрудники агрохолдинга Юрма считают, что птичий помет на полях в таком количестве приносит только пользу. И источник неприятного запаха – старые канализационные трубы. Мы соблюдаем ту технологию, которая разработана для того, чтобы никакого вреда почвы не сделать. И это мы все соблюдаем. Чебоксары тогда лежал на запах. Еще раз говорю, могу на камеру сказать. Птичий помет пахнет определенно. Человеческое дерьмо определенно. Канализационные станции, которые у нас в водоканале, очень старые. И все запахи – это идут с водоканала. Правда, через какое-то время после общения с журналистами, экологами и членами регионального ОНФ Владимир Ермолаев поделился мыслями о том, что в ближайшее время агрохолдинг начнет перерабатывать помет. И на поля он будет вывозиться уже в качестве удобрения. Оказалось, что проект по переработке птичьего помета стоимостью более 200 миллионов рублей уже разработан. Но когда его удастся воплотить в жизнь – неизвестно. Между тем, на агрохолдинг уже заведено уголовное дело. Ведется расследование. По выявленным Чебоксарской международной природоохранной прокуратурой в 2017 году трём фактом не санкционировано размещение ОНФ «Ерма» птичьего помета на землю сельхозназначения прокуратурой направлены материалы в правоохранительные органы для решения вопросов о уголовном преследовании по части 1 статьи 254 Уголовного кодекса Российской Федерации «Порча земли». В настоящее время по двум материалам возбуждения уголовного дела ведется расследование. По одному ведется процессуальная проверка. Решение в настоящее время пока не принято. Меры санкции статьи 254 Уголовного кодекса предусматривают от штрафных санкций до 200 тысяч рублей до исправительных работ до двух лет. В настоящее время административными органами и органами контроля приняты меры административного воздействия в отношении общества, привлеченные к административной ответственности. Также в судебном порядке в настоящее время находятся на рассмотрении дела о возмещении ущерба почвы как объекта окружающей среды. Решение в настоящее время пока тоже не принято. И по вновь выявленным фактам Чебоксарской международной прокуратурой будут проведены надзорные мероприятия и соответственно будут приняты меры, установленные законным установленным порядком. По искам, поданным Ростехоснадзором, в арбитражный суд Чувашии планируется взыскать более 300 миллионов рублей. Кроме того, в случае, если суд поддержит иск, агрохолдингу придется самостоятельно рекультивировать 10 гектаров земли. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.